Надо поддерживать добрые, особенно культурные отношения, экономические, надо будет хорошие политические отношения. Я думаю, это хороший такой кирпичик в создании добрососедских, хороших отношений между нашими странами. Поздравляем отца Виктора с этой выставкой. Хотели ему вручить, ну скромно, ну просто, ну во-первых, у него две дочки, чтобы он не забывал, здравствуй, Россия. Здравствуйте. Да, и напомню, что еще есть московский крем. Да, и позвольте вам вручить. Добрый день. Ну я так красиво не смогу сказать, как господин Торшин, но я сегодня очень удивлен, потому что я боюсь, что Виктора только так знал, визуально, а сейчас и познакомился, и я удивился, что он не только хороший художник, как, оказывается, хороший поэт, этот человек лечит не только человеческие души, но и помогает людям в жизни, своими стихами, наверное, своими картинами. И еще я рад, что я участвую в этой выставке, потому что у меня есть возможность вас всех поздравить с наступающим Рождеством и Новым Годом. Всего вам нового лучшего, и чтобы все желания, которые не исполнились в этом году, обязательно были исполнены следующим. Спасибо вам. Это же ты, да, прекрасный. Перед вашим Рождеством в свой дом. Это значит, что наша дружба, вы понимаете наши традиции, мы очень хотим понимать и узнать ваши традиции. Большое вам спасибо, большое спасибо вам за такую выставку. И я думаю, что человеку дано так, как у нас в Литве говорят, «Девос давер дриптелея». Я даже не могу этого перевести, но если человек, он хороший человек в душе, он может и стихи сотворить, и сотворить картины, да, и всякое другое. Ваше большое спасибо вам. И поздравляю всех с надлежащим праздником. Хочу пожелать всего хорошего в следующем году. И очень извиняюсь, я уже забыла, как-то очень давно говорила. Не надо чаще, я вам чаще буду желать, да. Большое спасибо вам. А вот наш большой друг Мальнав, вот пару слов. Вы знаете, у вас очень уважаем, очень любим. Может пару слов идите к нам сюда? Художник-художник. Да, вот что вы... Вы знаете, когда у меня был сын маленький, он говорит, «Пап, а что ты думаешь об ентем деле?» Я даже не знаю, но я не первый раз у вас. Спасибо, что всегда приглашаете нас. Уже знаем, что такое есть, что такое посольство, как это. Так что приятно пройти. Рядом здесь учился я много лет. Сейчас мои сыновья здесь учатся еще. И вот это гнездо припоминает, что мы не одни здесь живем. И как видим, люди, которые делают добро. И что можем и видеть, и в душе. И так что приятно познакомиться. Ну, пока никто не знакомил меня, но я думаю, я уважаю всех, все работы, кто делает с души. Эта душа, это то, что человек думает, что видит. И приятно всегда на каждой выставке, кто бы ее не сделал. Главное, что это, видно, была душа человека. Так что поздравляю вас с праздником. И так вышло, что я захватил вот свое, как не приглашение, а поздравление такое. И только извиняюсь, что на русском не перевел. Да, сейчас постараемся перевести. Постараемся, когда мы уезжали. Постараемся, я не могу. Дима, Дима, Дима. Спасибо. Мы благодарим душевно вас за то, что вы средь нас сейчас поэт-художник-богомаз. Кстати, все знают известный папирский поэт Трофимов. Так, пожалуйста, кто... Женщины с цветами хотят... Ну что, здесь... Простите, пожалуйста, здесь присутствует и много прихожан нашего Всесвятского храма. Низкий поклон вам, отче Виктор, за то, что вы... Ну что ж, принесли нам такую радость. Вот во многих местах, где изображены наши православные храмы, я бывала там. И вы знаете, особенно приятно, что вы передали всю прелесть православных храмов и еще раз низкий поклон от всех почитающих ваш талант. Мы с отчим Виктором, наверное, лет 15-17 назад затеяли такие экспедиции. Они тогда еще были экспедициями. Мы не могли назвать себя паломниками, но потом уже больше входили в роль паломников. И объехали... Тогда еще было просто без визы во многие города и монастыри России. И слава Богу, что объехали. Потому что многое, что мы здесь видим из России, эти фрагменты, они еще тогда без визы были запечатлены. И в память потом, хотя мы оформляли визы и ездили, и, наверное, виза тоже не причина, чтобы не попасть в Россию. Слава Богу, что это запечатлено. И слава Богу, что это всего лишь какая-то маленькая толика того, что написал отче за эти 15-17 лет. Потому что я помню первые робки его мазки, когда он... У меня первые его иконы есть. Вот тоже, когда он просто подвинулся к духовному. И слава Богу, что пошел этим путем, потому что как бы и нам многим раскрыл совершенно новый горизонт. Потому что мы тоже совсем по-другому, другими глазами смотрим теперь и на Россию, и на духовную жизнь. Ну вот, а потом были даже заграничные поездки, заграничные паломнические поездки. И тоже очень удивительно, что побывали в Израиле, побывали в Греции каким-то самым невероятным образом. Это тоже запечатлелось. Была же выставка, очень где была она, Греция-Россия. В православном доме. Пять лет назад. Вас, наверное, еще не было, да? Пять лет назад. Пять лет назад. Вот там была перекличка России и Греции, православных храмов. Вот тогда я помню, как мы переживали, как хотелось, чтобы больше людей увидело эту красоту. И слава Богу, сейчас очень много людей побывало уже в Греции. И даже каждый год есть люди, которые попадают даже на Афон. Вот здесь есть несколько картин с Афона. Женщинам туда путь заказан, к сожалению. Но мужчины уже среди нас есть, кто побывал там. Дай Бог, чтобы все, что здесь видели, дало импульс ехать туда. Поклониться мощам, поклониться Святой России, не только России, всем Вселенским Святым. Чтобы это было импульсом, искоркой в наших сердцах и душах, чтобы люди как можно больше познали, больше увидели. Потому что все эти камни, они не только камни и красота, а в них лежат мощи. Они вымыленные камни, они выстраданные. Порой даже крепостные камни, которые отразили не одно нашествие. И с Божьей помощью отстояли какие-то кусочки земли. Поэтому здесь очень много интересного. Каждая картина, это какая-то история, конечно. Поэтому вам всем приятно было с вами себя опять встретиться. А отче Виктору, я думаю, творческих планов, больших. Его как можно больше писать, хотя времени мало. И не останавливаться, писать дальше. С Богом. Отдых. С Богом. С Богом. Спасибо. Пожалуйста, еще желающие идею. Вот, Михаил Петрович сказал, значит, саму идею. Все, что я думал. Вот, сейчас я скажу. Уже сказали, что сказали. Про путешествия. Все сказали. Стихи прочитали. Вот. Ну, теперь только остается, что сказать. Да, действительно, я вас всех благодарю, что вы пришли на эту выступу. Я очень старался, старался, как говорится, изобразить все это дело. Потому что, действительно, с Александром мы, как говорится, старые путешественники, добирались, как говорится, от Израиля до Соловков. Вот. Объехали, как говорится, много где. И поэтому впечатлений гораздо больше, чем есть изображенного. Так что трудится еще, допустим, обрабатывать этот материал. Тут меня вот спрашивают, говорят, а как я пишу, с натурой или нет. Ну, это натура и есть. Просто если бы, как говорится, по старинке брать холсты, кисточки, стоять и изображать там, допустим, делать этюды, то это никакого времени путешествия этого получится не хватит. Ну, слава богу, техника шагнула вперед, берешь фотоаппарат и нужный ракурс, как художник, находишь, делаешь фотографию, а потом уже привозишь этот материал, дома обрабатываешь. Потому что ни ночью не будешь рисовать, зимой не постоишь. Но, вот, Господь сотворил природу, зодчи сотворили храмы, а я, как творец, сажусь и дома, и сотворю зиму, лето, осень, что угодно. Если имеешь, как говорится, можно все создать. Поэтому, как говорится, работа творческая, приложенная, она такая, что долго носишь, обрабатываешь это все, размышляешь, что сделаешь, и потом, как говорится, воплощаешь. Как бы хотелось, чтобы появилось самое главное, вот это чувство такого конинственного, потому что там, где храм, там, где духовно, там всегда есть какая-то тайна, потому что присутствие Божие – это всегда тайна. И вот, значит, что вот это вот появилось. Есть это, значит, вот и здесь присутствует Господь. Ну, а насчет, как говорится, впечатлений, конечно, их гораздо больше от паломнических поездок, всех наших путешествий, и всех изобразить так невозможно. Ну, с помощью литературного клуба «Среда» мы, возможно, сделаем какие-нибудь такие, так сказать, рассказы, путешествия, потому что там таких бывают интересных случаев. Но это уже будет литературное творчество. Вот, так что, возможно, в некотором, через некоторое время, и продолжение живописного будет литературный вариант всего, как приложение. Вот, так что, вот, даже есть некоторые творческие планы. Я очень вас всем благодарен, что вы пришли на эту выставку. Как вот Саша сказал, что примерно такие места, как Афон, действительно, там тысячи лет не вступала на Гоженское, потому что там одни мужские монастырии. И женщины пропускают, как говорится, за полкилометра до берега. И они этого увидеть не могут. Но дай бог, что я теперь, как говорится, своими картинами им приближу немножко поближе к берегу, и они смогут это посмотреть. Несчастные там мужики. Потом можно для души что-то принять. А вот вы там прикрыли, там есть вино им приготовленное. Большой, пятилитровый, пожалуйста. Я думаю, что, можно видеть, что выставка в открытой, все могут по рюмочке, по щальце. Вы хозяин, а я, как говорится... Вы разрешаете, да? Нет, в смысле, не будет. То есть можно и принять. Все, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . . . . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . .